Это Денис, совладелец компании Profi. Это компания, которая занимается высокотехнологичным воорудованием для концертов и шоу, в которых используют такие гиганты, как, например, NBC. Сейчас мы с Дэном вам кое-что покажем. Это она? Она. Готов? Чувак, да мне страшно. Она, да. Да. Как вы понимаете, мы сегодня будем обозревать совсем не робопипирки, а настоящие взрослые большие машины. Очень большие машины. Ну, очень большие. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я почувствовал, когда вниз вот так вот упал, как будто я в фильме «Миссия невыполнимая» и «Том Круз». Вот это очень круто. Это за счет такого крепления, потому что у нас мы сейчас делаем кресло, как аттракцион в чистом виде, крутить-вертеть, но это совершенно другое ощущение. Извини, пожалуйста, пока мы разговариваем, можно меня снять? А то я как реально выйдет в подвузе, как просто бешев. Но петь удобнее. Теперь давайте разберемся, что к чему. Это высокоточный робот немецкого производства. Такие роботы задействованы по всему миру, на линиях по сборке автомобилей, сложного оборудования и даже в ядерной энергетике. Правильно ли я понял, что это штука, которая не предназначена для целей, для которых вы используете? Вообще, вообще, там четко написано не для людей, не для собак, не для... Кто, черт возьми, придумал засовывать туда людей? Мы. Денису и его команде пришла идея использования промышленного робота в сценических шоу. И, надо сказать, довольно успешно. Номер с использованием робота в шоу «Америкас Гарда Талант» на NBC стал настоящим хитом. И тогда вот именно этот робот у нас слетал в Америку. То есть он уже... Он уже огромный. Он американец, он очень даже крутой. Мы когда готовили этот номер, должны были лететь в Америку, нам американцы сказали, «Ребята, будь спок, мы найдем, это же Америка». Ну, вот они искали долго-долго, набрались ко мне, ребят, вы, наверное, визите своего. Слушайте, вы понимаете, что все это, ну, не где-то в Германии или в Австрии, все это здесь, в Киеве. Вот люди, которые, ну, просто вот с ничего взяли, придумали идею, реализовали ее и поехали в Америку на «Америкас Гарда Талант» и сорвали не то чтобы овации, а все четыре судьи встали, и один даже, наверное, плакал. Не, ну, реально, это был фурор, и вы красавчики. Я понимаю, что это такой очень крамольный вопрос, но сколько примерно может стоить такая машина? Ну, во-первых, не просто купить. Первого робота, которого мы купили, мы покупали полгода. Так, порядок 70-80 евро, один. Если люди посмотрят и захотят покататься. Да, мы делаем сейчас кресло. Вот то, что мы катались, это очень экстремально, это больше для шоу, это не совсем аттракцион. Мы сделали кресло, мы купили с «Формулы-1» кресло, сейчас его перевариваем, переделываем, и человек сможет сесть. И уже на скорости 100% покататься, это будет движ сумасшедшим. Так как у нас два робота, мы такого никогда не делали, предлагаю эксперимент. Попробуем? Дэн, ты уверен, что хорошая идея? Это офигительная идея. Этот робот может перемещать человека во всех плоскостях. Он может быть нежным, как мама, или резким и быстрым, как коллектор из банка. Выбивание долгов и зарплаты, кстати, это еще одна скрытая функция робота. Тебе что, почему, дверь скрыть обратно? Да, тебе глаза долились кровью. Вот это самое. На него могут навешиваться практически любые предметы массой до 300 кг, например, лазеры. И посмотрите, что с ним умеют делать эти машины. В общем, в недалеком будущем вполне может быть реальной такая ситуация. Роботы разливают алкоголь. Ну, вы поняли, да? Будучи уже здесь. Братуха, ну ты меня не жалеешь, серьезно. Ты тут на кого вообще наливаешь? Денис, это тоже промышленный инструмент, который вы адаптировали в своих целях? Самый быстрый робот. Ребят, я немного в шоке. Мы уже показали одно шоу, пошли дальше в американских проектах и сейчас готовим на следующий год еще нескольких шоу, где уже не будет живых людей. То есть только роботов? Да. И у вас два робота? У нас два больших робота грузоподъемности по 300 кг и один малыш, который у нас будет играть на барабане. Он рисует, поет, разливает выпивку. Слушай, хочу сказать, что все, что вы придумали, это вообще нереально. Это прям стартап. То есть вы взяли идею, реализовали ее с помощью машин, которые не приспособлены для этого. Абсолютно. И поехали на American 5. И не только. Спасибо большое, что ты согласился. Спасибо тебе. Будем ждать развития этого стартапа. Все. Спасибо. Спасибо большое. Счастливо. Прошло уже несколько дней с момента публикации этого видео. Я подумал, что оно ведь не только и не столько про крутого немецкого робота, сколько про обычных сапорожских пацанов, которые придумали к этой промышленной машине приколхозить специальное крепление, чтобы оно держало человека и оставило его с руками и ногами после всех этих безумных пируэтов. И это супер наша фишка. И мне кажется, что пока в каждом из нас сидит вот такой вот кулибин, рано говорить о том, что какой-то искусственный интеллект или какие-то нейросети смогут заменить человека. Но согласитесь, приятно, что сейчас каждый из нас, обладая минимальным набором робототехники, может скружить зрителям голову. Так, дружище, а назад? А ну. Что-то как-то его не запрограммировал. Так, стоя. Все, 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 возвращайся. Э, давай стабилизируйся, чувак. Ты, чувак. Что творишь? Робот! Микросхему! Продолжение следует...